И начнём выпуск с авиапроисшествия. Следователи начали проверку вынужденной посадки в Сургуте самолёта авиакомпании «Сибирь», следовавшего рейсом на Рейск-Новосибирск в четверг. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняя обстоятельства произошедшего. На борту находилось 26 пассажиров и 4 члена экипажа. Причиной экстренной посадки по одной из версий мог стать отказ одного из двигателей. А по информации представителей аэропорта Сургута, во время полёта бортовой компьютер показал пилотам о проблемах с надувом кабины. Экипаж решил посадить самолёт по техническим причинам в ближайшем городе. Никто не пострадал, идёт проверка. К другим новостям. В преддверии Дня шахтёра труд горняков оценил опытный производственник металлургического передела. Впервые спустился под землю исполняющий обязанности директора медного завода Дмитрий Матюхин. И не просто спустился, а смог погрузиться в работу бурильщика, став очередным героем проекта газеты «Заполярный вестник». Совсем другое дело. Как это было, можете прочитать в свежем выпуске еженедельника, а посмотреть прямо сейчас. На левую, да? Да, на левую. Ну, чтобы правой рукой уже было выдрать щеку. Обязательный пропускной контроль, облачение по всем правилам, шахтным фонарём и самоспасателем, отметка в системе мониторинга, всё по-честному. Вот теперь исполняющий обязанности директора медного завода Дмитрий Матюхин может спуститься под землю вместе с настоящими горняками. И вот первый аттракцион для новичка – клеть. Она движется со скоростью 7 метров в секунду, так что ощущения от поездки совсем не такие, как в лифте. Плюс обстановка антуражная. Александр, что у вас ощущения? Начали спуск под землю. Как в самолёте. Лучше закладывали, да? Ну, есть много, да, есть много, есть. Ну, ожидаем, ну, предполагал, что так будет. Я немного себе по-другому представлял. Даже саму клеть. Вот первый раз увидел, но впечатляет масштабно. Дальше больше. Перед нашим героем открывается весь масштаб хитросплетений подземных горизонтов рудника Таймырского. Их общая протяжённость – 25 километров. Это как расстояние от Норильска до Толнаха. Под землёй здесь чуть ли не целый город. На остановке подземного транспорта суета, как на вокзале. Такому оживленному движению техники под землёй и её количеству наш герой удивился. На металлургическом переделе он работает уже 27 лет. Все годы на медном заводе. Прошёл путь от аппаратчика очистки газов до главного инженера. Производственная цепочка заполярного филиала ему хорошо знакома. Но узнать и видеть своими глазами разные вещи. Какие у вас впечатления, ощущения? То есть уже глубина 1150 метров. Чувствуется ли перегрузка? Ну, в принципе, перегрузка чувствовалась, когда опускались в клетти. Там, да, сейчас потом выстраивает адаптация. То есть сейчас физически я не ощущаю, что под землёй. Но понимают, что на тобой 1150 метров как минимум. Да, потому что, конечно, и горы могут быть скальных пород. Мягко говоря, необычные ощущения. С учётом того, что я первый раз. Нет, конечно, страха, паники нет. Но ощущения действительно необычные. А вот что касается того, как здесь всё выглядит, масштаб. Ожидали прямо вот такого или нет? Нет, у меня было общее понимание, что масштаб большой, но что такое нет. Нет, не ожидал. Не ожидал, впечатлён. А сейчас наш герой почувствует себя в роли настоящего бурильщика. Его опустили, скажем так, за руль вот такой современной установки. В день она позволяет пробурить примерно 4 метра горной толщи. Теперь переставляем на другой сбор. Вот это, да? Влево? Да, да, вот ведите дальше. Да, вот пока не почувствуете грудь. Включайте воду. Воду, да? Включайте вращение. Сейчас не идёт. Пойдёт, Паша, пойдёт. Включайте вращение. Вот это? Да, да, на себя. Для новичка эта машина, напичканная электроникой, как космический челнок. Но под руководством опытного наставника всё не так уж и сложно. Дмитрию Матюхину буквально новый мир открывает бурильщик со стажем. Андрей с космической фамилией. Что? Тут столько всяких рычагов, кнопок. Как вот во всём этом разобраться, запомнить? Ну, для этого разбирают. Сначала у нас учат в корпоративном университете, потом приходят студенты и проходят, закрепляем их за опытными бурильщиками, и они уже проходят практику в 21 смене. Этого курса вполне достаточно, чтобы бурильщик мог уже работать самостоятельно. Наш герой Горняк ещё начинающий, зато в нём сразу чувствуется жилка опытного инженера. Ему все детали интересны. Заезжает машина, зарядить, взрыв. Потом бурят на уход, заряжают, готовят, соответственно, закладывают зерчатку, приезжают, зерогники. И взрывают, и вот это называется цветом. А сколько там по времени? Ну, плюс-минус, сутки. Какие впечатления после бурения? А так ли всё, как представляли себе? Не, ну, по самому бурению я вообще в принципе не понимал, что что-то где-то бурят, чем-то. А то, что используется такая техника, нет, не представлял. Техника, на мой взгляд, с одной стороны крайне сложная, с другой стороны удобная. Что имеется в виду? То есть в управлении она, в общем-то, на интуитивном. Имея рядом, конечно, инструктора, достаточно просто. Я слышал о забоях, о кровле забоя, о горизонтах, о выработках. Но одно дело слышать, другое увидит. Интересно, любопытно, да. И я говорю, и труд мужиков, конечно, уже по-другому оцениваешь. Анатомилина Александр Ворин, новости Северного города. Вы смотрите новости Северного города. Продолжаем выпуск большим специальным репортажем Андрея Гришкова и Геннадия Зверева из посёлка Диксон. Он уже рассказывал, как в посёлке прошёл первый арктический субботник. А сегодня речь пойдёт о жизни Диксона. Какое место он занимает в истории нашей страны? И какое будущее ждёт самый северный российский посёлок? Смотрим. Совсем скоро, 27 августа, Диксон вспомнит важную для посёлка и для всей нашей страны дату. 76 лет назад, в 1942 году, здесь, на горизонте, показался немецкий крейсер «Адмирал Шеер». Он выполнял гитлеровскую морскую операцию «Вондерланд. Страна чудес». Фашисты хотели отрезать от поставок с Востока и Сибири европейскую часть Советского Союза, а также захватить стратегически важные морские базы. Одной из них стал Диксон. Дать бой немецкому крейсеру вышли два вооружённых ледокольных парохода и береговая батарея, состоявшая всего лишь из двух орудий. За два дня до нападения на Диксон «Адмирал Шеер» успел потопить в Карском море пароход «Александр Сибиряков». К счастью, с советского судна успели сообщить о нахождении вражеского корабля. В «Диксоне» команда «Адмирала Шеера» хотела захватить сведения о перемещениях конвоев по Северному морскому пути, радиограммы командования, информацию о погоде и ледовой обстановке. К десантированию готовились 180 человек, но подойти к берегу немецкому крейсеру не удалось. Первым его встретил пароход «СКР-19». В неравном бою с тяжёлым немецким крейсером советское судно получило большой урон и через полчаса село на мель, при этом загородив путь к крейсеру и продолжая вести огонь. Шеер пошёл в обход острова, стреляя по посёлку и порту. В ответ снаряды летели с береговой батареи и парохода «Революционер». К такому отпору немцы не были готовы. Как ещё в радиоэфире с советской стороны прозвучала информация о якобы приближающейся авиационной подмоге. Адмирал Шеер отвернул от «Диксона». В память об этом событии на островной части посёлка установлен мемориал его защитника. Здесь же в 1915 году и начиналась история «Диксона» с первого домика радиостанции. Дальше посёлок разрастался параллельно с развитием и освоением северного морского пути. Появлялись улицы, инфраструктура, полярные и военные базы. В 1934 году начали строить морской порт на материковой части посёлка. В середине 80-х, в золотые годы для «Диксона» его население насчитывало 5000 человек. Но потом, с началом перестройки и развалом Советского Союза, развал начался и на русском севере. Без знания прошлого нельзя понять настоящего и совершенно невозможно правильно представить себе будущее. Этому учили детей в Диксонской школе. Закрылась она, судя по всему, в конце 90-х, начало 2000-х. Об этом я понял вот по этому докладу ученицы 8 класса Адамович Ирины о реформах Петра I. Ну а чем-то одним из последних уроков, видимо, была тема нашествия наполеоновской армии на Россию. Такое чувство, что эту школу не покидали, а бежали из неё. Во всех классах на своих местах остались учебники, парты, инструменты и оборудование. То же самое можно сказать и про всю островную часть посёлка. Работает здесь сейчас только аэропорт. Да и тот не ремонтировали уже десятки лет. А сюда диксончане когда-то ходили за молоком, хлебом, овощами и другими продуктами. В этом зале располагался торговый дом «Диксон». Здесь ещё остались действующие весы Кировоградского завода дозирующих автоматов. И вот такие счёты, какие были, по-моему, во всех советских магазинах. А к украшению подобных учреждений в «Диксоне» относились крайне щепетильно. Вот за этими стеллажами проглядывает мозаичное поно с изображением ледокола, северного сияния и белых мишек. Ежедневно по расписанию между островом и материком жилой частью посёлка курсирует катер. Возит лишь авиапассажиров и работников аэропорта. Когда-то цветущий посёлок с населением в 5000 человек. Опорная база на северном морском пути. Крупный порт и средоточение лучших советских умов. «Диксон» сегодня это около 500 жителей. И всего несколько улиц, жилыми на которых остаются 9 домов. Ещё около 40 домов власти «Диксона» признали аварийными и расселили. Теперь они стоят немым упором и напоминанием о прошлой, лучшей жизни посёлка. От них порой жилые дома мало чем отличаются. Местная администрация и управляющая компания как могут проводят мелкие ремонты, меняют участками трубы. Всё остальное относится к капитальному ремонту, соответственно, по новому законодательству. То есть муниципалитет платит фонд капремонта, ну и, соответственно, дальше в определённом сроке выполнения работы только это может производиться. Когда проводился какой-то последний ремонт фасадов в посёлке? Ремонт фасадов производился где-то порядка, если не ошибусь, 15 лет назад. Вот, допустим, Воронина 10. Мелкий ремонт с покраской вот этого здания. С тех пор здание больше ни одно не красили? Нет. А почему? Средства в бюджете отсутствуют. Всё жильё Диксона муниципальное. И во всех домах есть пустующие квартиры, которые коммунальники продолжают отапливать. Из-за этого у администрации копятся огромные долги перед энергоснабжающей компанией. Местные жители за тепло, свет, воду, содержание и наим жилья платят только 30% от тарифа. Всё остальное покрывают краевые субсидии. Так, с трёхкомнатной квартиры в месяц выходит около 17 тысяч рублей. И это при средней поселковой зарплате в 40 тысяч рублей. Кстати, работу здесь предлагают в основном бюджетные организации. Школа, детский сад, почта, администрация. Ну или местная котельная, круглогодичная, дающая посёлку тепло. Сейчас котельная 75-го года постройки полностью автоматизирована. Операторам, они же кочегары, нужно только следить за температурой воды и корректировать подачу угля в топку. 8 тысяч тонн твёрдого топлива хватает, чтобы целый год отапливать посёлок. Завозят уголь по морю, как и дизельное топливо, нужное для электроснабжения Диксона. Им заправляют эти четыре генератора. Каждый час электростанция выдаёт по 400 киловатт. Этой энергии хватает для снабжения 100 квартир. Со второго шкафа мы подаём на верхний посёлок, это хлораторная подстанция. Это адреса прямо подписаны. С 3-го водопьяного 24-26 школа. Вот так в этом мы и живём в 26-м. Да, где вы проживаете. С этого шкафа подаётся электроэнергия на подстанцию ТП номер 2. Благодаря вот этому автомату мы по вечерам с оператором смотрим телевизор. Да, да. По соседству с энергетиками свою службу несут диксонские пожарные. Гарнизон располагается в здании 60-х годов постройки. Памятник тех времён – тозорная башня. Она была нужна, когда посёлок был по большей части одноэтажным. И с вышки был виден как на ладони. Сейчас она заметно накренилась и уже угрожает спасателям. В следующем году её планируют снести. В автопарке у пожарных две машины 92-го и 95-го годов выпуска. Они говорят, огневодцы уже сильно устали и требуют частых ремонтов. Про обновление пока не слышно. А вот на вызовы, говорит замначальник отчасти, пожарные выезжают, слава богу, редко. За год случается всего пара вызовов. Один из самых запоминающихся произошёл пару лет назад. Загорелась запертая квартира на пятом этаже. Внутри находилась женщина. Роковую роль сыграл алкоголь и поздний вызов спасателей. Я попросил, чтобы меня облили, чтобы заткнуть рой. Ну и всё, я зашёл, раз зашёл, не получается, я говорю, лей ещё раз. Мне ещё раз облил. Я закрылся, зашёл и прошёл до зала. До кухни дошёл, нету никого, там однокомнатная квартира. До зала дохожу, женщина лежит около дивана на полу. Я пульс пощупал, признаков дыхания, жизни я нет. Спасти не удалось? Нет, не удалось. Она же такая запеклась, грубо говоря, так вот, дыма задохнулась. А вот всех раненых и больных принимают в Диксонской больнице. Правда, сегодня её персонал – это всего один врач общей практики и пара медсестёр. Принимают и лечат пациентов в нескольких кабинетах когда-то цветущей трёхэтажной больницы. Её построили в 73-м году, когда численность населения была на пике. Больница обслуживала не только Диксон, но и весь тогда существо вашей Диксонский район. Вместе с военными базами, полярными станциями, командами судов, идущих по Северному морскому пути. Это вот Люба Магеря. Это вот у нас врач, как же, с Молдавии. Это какого года фотография? Ну, это где-то вот 82-й, наверное, 84-й. Надежда Пестина застала больницу в самом её расцвете. В Диксона она приехала в 80-м году. И 11 лет проработала операционной медсестрой. Тогда здесь было 4 отделения и роддом. И работать в самую северную больницу, говорит Надежда, приглашали только лучших врачей со всей страны. Талантливые и умные. Они безошибочно проводили любые операции. И даже находили время, чтобы обучать своих коллег. Ехала в 87-м году в отпуск. И даже в поезде пришлось мне принять роды у студентки. Танечка зовут. Мужа Миша. Они ехали в Тулу. Пока доехали мы с Москвы до Тулы, я вот приняла роды. Не растерялись? Нет, не растерялась. Потому что я как бы, ну, работа как бы известная. Сейчас Надежда готовится покинуть Диксон. В Калуге ее уже давно ждут родственники. Похожие планы и у других жителей поселка. Благо программа переселения Красноярского края и Норникеля в этом помогает. Но несмотря на всю неприглядность, есть и те, кто в Диксон мечтает попасть. Прогуливаясь по улицам, мы встретили Елену Ильинкову, художницу из Красноярска. С кистями и мольбертом она уже объехала всю нашу страну. Писала пейзажи в Италии, Испании, Германии, Камбодже и других странах. Знаете, чем больше я езжу там за границей, тем, когда я возвращаюсь, тем лучше и старательнее я пишу родину. Родина моя Сибирь, а север я просто, это моя любовь. Север я люблю всегда. В Диксоне Елена планирует написать 60 пейзажей. На момент съемки была готова уже половина. Это виды поселка, его окрестности. Большое внимание художница уделяет различным мелким деталям и погоде. Из этих вот всех я люблю вот этот. Это вот тот момент, когда все было ветрено, был дождь в этот день, ветер, а под вечером вдруг радуга на весь Диксон. По возвращении в Красноярск Елена хочет устроить большую выставку диксонских работ. И хорошо, что людям искусство интересен таймыр, и им есть где остановиться. Диксон мог повторить судьбу десятков других северных поселков, которые просто сгинули в перестроечные времена. Якутский Нижний Янск, построенный в середине 50-х, был нужен как речной порт. В 89-м году в нем жили 3000 человек. Но с распадом Советского Союза поселок стал не нужен. И сейчас в нем всего 150 жителей. Похожая судьба у поселка Иультин на Чукотке. Когда-то этот поселок был крупным поставщиком Олова, Малибдена и Вольфрама. Во времена расцвета в нем жили 5000 человек. Совсем как когда-то на Диксоне. Но в середине 90-х градообразующее предприятие стало нерентабельным, и поселок опустел. С 43-го года в республике Коми добывал уголь поселок Хальмер-Ю. В 90-х шахты закрыли, а людей переселили в Воркуту. Теперь поселок стал полигоном для испытания нового вооружения. Между тем, именно добыча угля, как в Хальмер-Ю, может дать новый толчок развития Диксону. Ярко и непривычно выбивается здесь из общей картины здания «Восток угля». В 2016 году добывающая компания обнаружила на Таймыре огромные залежи антрацитов. Сейчас идет разработка месторождения, а вскоре должны начать и добычу. А вместе с ней, говорят диксонские власти, поселок может получить второй шанс и новую жизнь. Работы порядка 30 лет вперед, да, и запасов связанных по 10 миллионов тонн добычи каждый год на 30 лет. То население увеличится, конечно, я думаю, что несколько тысяч. Может быть, даже до 20 тысяч увеличится. Больше, чем было изначально. Конечно. В последнее время заметный интерес к Арктике и Диксону проявляют Министерство обороны и Федеральная служба безопасности. С начала июля в поселке строят новую пограничную заставу. Работой ведет чеченская фирма-подрядчик. К сожалению, это все, что нам удалось узнать. Объект этот сверхсекретный, и рассказывать о его строительстве нам никто не согласился. Расширение военного присутствия и работа угольной компании не сможет не спровоцировать ремонт и развитие Диксонского порта. Он вновь сможет стать важной точкой Северного морского пути. А Диксон вновь получит надежду на светлое будущее. Андрей Гришков, Геннадий Зверев. Новости северного города. Редактор субтитров А.Семкин